Добрый день! Калина Юрьевна попросила меня прочитать выжимки, грубо говоря, из курса, который я читаю на физтехе уже два года по ведению в решительную системную биологию. Немножко о себе. Я в 1995 году закончил физтех, с тех пор в 2001 году зачастил кандидатскую, с 2001 по 2003 участвовал в проекте реконструкции метаболизма человека, где впервые, собственно, с системной биологии познакомился. И потом с 2005 по 2011 год занимался ей плотно в Эдинбурге под руководством профессора Горянина. С 2011 года вернулся в Россию, и сейчас в заведующей лабораторию механизма функционирования гетчиногенома в Институте биофизики клетки впущено. Теперь, что же это за курс и чего, собственно говоря, от него ждать? Сразу предупреждаю, курс обзорный, а то, что я буду читать сегодня и в следующий раз, еще более обзорный, потому что на физтехе у меня 11 лекций, здесь будет в сумме 4 пары, 5 пар, на самом деле, плюс еще в следующий раз мы с вами попробуем провести практику. Значит, основная цель этого курса, чтобы в голове остались ключевые слова, которые потом можно гуглить. То есть вы узнаете, какие методы можно применять, какие границы применимости тех или иных методов, когда стоит применять один метод, когда стоит применять другой метод. И ключевые слова, основные понятия, чтобы, прочитав статью, можно было понять, откуда ноги растут от того, что люди делают, или, наоборот, встретившись с необходимостью построить модель какой-то системы, для себя сразу понять, что стоит применять, например, обычное дифференциальное уравнение, или, учитывая структуру данных, доступных для моделирования, просто ограничиться высокоуровненем моделирования на уровне теориграфов и так далее. Теперь, собственно говоря, что такое системная биология? В 2003 году вышла книжка «Загадка Телефисского оракула», которая была посвящена реконструкции генома человека. И вот там приводилась такая притча, что Делефисского оракула спросили, если в лодке с течением времени меняются все доски, это та же самая лодка или новая? Вопрос, на самом деле, не праздный, потому что, например, юрист ответил, что это новая лодка. Если перевести ее на наш язык, то, конечно, в клетке поменяются со временем все молекулы. Та же самая клетка или новая? Если в организме человека каждый с течением времени поменяются все клетки, это тоже организм человека или это новый организм человека. Что же такое, на самом деле, содержится в организме, в системе, которая отличает лодку от кучки досок, которая отличает, собственно говоря, клетку от биомассы, от лизатора, гомогената? И, на самом деле, это свойства, которые присущи только системе в целом, они называются системные свойства или эмержентные свойства, по-английски это merge, возникает. И это то, чем, собственно говоря, системная биология занимается. То есть это эффекты, свойства, которые нельзя свести к сумме свойств компонентов системы. То есть, как только вы встречаетесь с системой, которая не сводится к сумме ее компонентов, значит, здесь начинаются системные вещи. Возникла системная биология на рубеже тысячелетия и занимается как раз системными свойствами именно в биологических системах. Такая тавтология, системные свойства системы. Но, тем не менее, находится, родилась она на стыке молекулярной биологии, теории сложных систем, синергетика, которая была очень популярна и активно развивалась в 90-е, биинформатики и, на самом деле, технологии. То есть для того, чтобы строить модели систем, нам нужно системы, их очень много с нами. И до тех пор, пока у нас не появились методы, которые позволяют нам одномоментно, дешево и быстро получить свойства об как можно большем количестве компонентов системы, мы системные свойства исследовать можем с большой натяжкой. Зачем все это нужно? В 2002 году вышла статья Юрия Лазерника «Может ли биолог починить радио?» На самом деле, очень советую прочитать. Статья достаточно ироничная, самоироничная, потому что сам Юрий занимается экспериментальной биологией в области изучения рака. На самом деле, что примечательно, статья вышла в анализе по факторам 23, то есть достаточно известная статья. И вопрос ставит следующим образом. У нас с вами есть старый советский радиоприемник. В один не очень приятный день он у нас с вами работать перестал. Батарейки поменяли, ничего не помогает. Нужно чинить. И вот, взяв эту ситуацию за основу, попробуем спроецировать стандартные подходы и алгоритмы поведения экспериментальных биологов на эту систему. И сравнить, почему, собственно говоря, чем отличается биология сегодня, которая достаточно высокотехнологичная наука. Чем он отличается, скажем, от технических наук, которые за последние 50 лет совершили экспоненциальный скачок как в сложности, так и в новые материалы, новые системы, в принципе, новые подходы к работе с объектами. Почему одни области науки развиваются по экспоненте, а другие линейные? Ну давайте рассмотрим. Вот предположим, что мы как биологи решили это радио починить. Нам нужно построить план исследования. И как биологи, опять же, первое, что мы делаем, мы обеспечиваем себе бесконечный, желательно, поток абсолютно идентичных объектов. То есть тех самых радиоприемников, которые надо починить. Нужно понять, как эта штука работает. В биологии это просто. У нас либо линейные мыши, либо перевиваемые клеточные культуры. В общем, мы можем себе обеспечить достаточно стандартный, с небольшой вариабельностью набор постоянно поступающего материала. Дальше мы начинаем описание классификации. То есть самое простое, что мы можем сделать. Имеет квадратную форму, имеет ручку, и имеет несколько круглых предметов на передней части, и с круглых предметов на задней части. Чтобы пропасть внутрь, нужно открутить несколько шурупов и так далее. Мы построили описание, построили классификацию того, что, собственно говоря, из чего этот объект состоит. И дальше начинается то, что в биологии называется мутагенез. Мы, грубо говоря, начинаем в этот радиоприемник, несчастный, с дальнего расстояния, полить из ружья. И смотреть. Чувств получится. И все отклонения от стандартного поведения у нас появляются как фенотипы. То есть перестал приемник вообще работать, фенотип. Стал хрипеть, фенотип. Перестал ловить короткие волны, фенотип. Перестал регулировать громкость, фенотип. Перестал ловить длинные волны, фенотип. А дальше мы, используя классификацию описания, которые мы сделали на предыдущем этапе, пытаемся понять, поломка каких компонентов в системе приводит к тому или иному фенотипу. И здесь, если кто не в теме, то все эти сокращения на самом деле это имена белков, которые участвуют либо в развитии, либо в лечении рака. Но тем не менее, представим себе ситуацию, что в одной лаборатории один удачливый постблок обнаружил, что если этот проводочек разрезать, то перестает работать радиоприемный. И назвал его SRC. Серебеднитосли река вот компонента. Значит, дальнейший анализ показал, что этот, собственно говоря, компонент так важен просто потому, что между металлическим предметом изменяемой геометрии, без которого, как было показано, в одной из лабораторий не работает радиоприемник, поэтому у нас может импортный компонент и всем остальным приемникам. Единственная связь, это тот самый SRC. В другой лаборатории в то же самое время показали, что вообще может импортный компонент не нужен для работы радиоприемника, а нужен не металлический, а графитовый риви импортный компонент. И, собственно, начинается битва. Статьи одна за другой опровергают друг друга до тех пор, пока в третьей лаборатории не показывают, что есть... Так, стоять... Черт. Давай еще навесим. Есть андабк, либо мостный плотный компонент, при изменении геометрии которого проводится переключение активности либо Рика, либо Мика. Смешно, на самом деле. Но, тем не менее, это то, как работает современная экспериментальная монекулярная биология. И вот, что мы получим в результате данного исследования. Мы получим схему, которая будет показывать, что входные сигналы через различные компоненты влияют друг на друга, и в конце концов мы получаем некий фенотип. Либо sound expression, либо, скажем, если мы реально возьмем этот путь, то у нас здесь будет эпоптос. Если мы посмотрим на то, что, как бы, вернемся к изначальной задаче и посмотрим, с чем работает инженер, то мы получим совершенно другую картину. У нас с вами есть четко прописанная диаграмма связи между стандартными элементами. Каждый элемент имеет свой как качественный конденсатор, диод с сопротивлением, так и количественные характеристики. И больше того, когда мы придем или чинить радиоприемник в радиомастерскую, то первое, что сделает у нас с вами техник, он в ключевых моментах схемы снимет величину напряжения, а если, как бы, не поможет, он снимет остеолограмму, то есть он снимет развертку по поведению сигнала по времени. И это скажет ему все, что ему нужно о поведении системы. Таким образом, чего нам, собственно, не хватает в биологии, чтобы работать именно на уровне схожем с тем, как работают технологические науки, физические науки. Нас не хватает ряда вещей. Во-первых, не хватает формальное описание системы. То есть каждый белок человеческого генома имеет минимум три, как правило. Если не имеется в виду осмысленный белок, не гипотетический белок, функция которого присвоена путем сравнения, выравнивания дополнительных последовательностей, а реальный белок, который был выделен и измерен. Минимум три синонима. Случаются совершенно парадоксальные ситуации, когда жена в прошлом году, то есть они делали анализ для одной экспериментальной лаборатории, сделали анализ, отправили на результат и те возвращают, говорят, что так быть не может, потому что вы не нашли в вашем анализе ключевого белка, который отвечает за поведение системы. Ну, естественно, все начинают разбираться, все выясняется, что люди этот ключевой белок открыли в 80-х годах и с тех пор не называют его тем именем, которое они используют в 80-х годах. В конце 90-х прошла стандартизация имен и их имя ушло в самый дальний хвост и налет. И все используют белок под совсем другим именем. В один центр по этим другим именем он, собственно говоря, в результатах и существовал. И это маленький кусочек. Если скопнуть глубже, то у нас начинаются серьезные проблемы, потому что у нас есть сплайс-варианты, у нас есть постартизационные модификации, у нас есть поведение белков в различных компартментах систем. То есть на самом деле задача не такая простая, что всем дать стандартные имена. На самом деле задача довольно сложная, тем не менее нам для адекватной работы с объектом необходимо иметь возможность его формально описать, чтобы не возникало вопросов, а собственно говоря, мы говорим об одном объекте или о разном. Нам необходимо как можно больше количественных параметров. И, к сожалению, к тщательному на самом деле, нам необходимы модели. Потому что если у нас с вами есть компоненты системы, сумма которых не дает поведение, которое демонстрирует целая система, то единственный способ найти те самые эмерджентные системные свойства это построить модель и посмотреть, когда она сломается. В 2012 году Андрей Зиновьев на конференции БГРС в Новосибирске подобным образом сформулировал первоступление дачи системной биологии. систематизация, стандартизация, формальное представление знания в ульяной биологии, сбор числовых данных о функционерной клетке и объяснение в ульяной биологии на основании формальных математических моделей. Почему здесь важны формальные модели? Потому что хотим мы или не хотим у каждого в голове есть своя собственная модель. Опять же, случаи жизни. В Эдинбурге я работал с группой, которая занималась физиологией растений. Это две были группы, одна в Эдинбурге, другая из Ливерпуля. И до тех пор, пока мы не начали строить формальные, не математические, мы строили просто графические представления на базе SBGN стандарта. Внезапно выяснилось, что люди, которыми друг с другом работают 15 лет, говорят одни и те же слова, используют одни и те же концепции и имеют практически диаметрально-противоположные представления о процессах, происходящих в системе. Нам необходимо формальное представление моделей системы, потому что человеческий язык слишком контекстнозависим. И если у тебя во время обучения в университете тебе заложили одну концепцию в голову, то хочешь, не хочешь, ты будешь использовать всегда эту концепцию. Если заложили тебе другую концепцию в голову, ты будешь использовать другую. Для того, чтобы выяснить, что текстово-одинаковые объяснения, порожденные совершенно разными концептуальными моделями, на самом деле необходимо некое формальное представление. И, опять же, разработчики одного из стандартов SBML System Biology Markup Language, это представление моделей системной биологии. Одной из них, одной из целей этого стандартизации он сказал, что люди должны научиться не соглашаться с друг другом как можно более точно. То есть, концепция. Немножко про историю системной биологии. Здесь очень хорошо видно, как, на самом деле, три волны, как физики приходили в биологию. Первый приход к тому, что жизнь и источнение физика закончится тем, что появились методы реагности и структуры анализа, была расстроена структура ДНК. Второй приход это анализ это биохимия это моделирование биохимических реакций. Третий приход здесь это на самом деле полногеномный аналогичип это биоинформатика. И вот четвертый приход это это системная биология, когда опять же физики, математики пришли в биологию заново. Каждый раз развитие системы происходит примерно следующим образом. Появляется физики говорят, мы вам все решим. создают огромную волну ожиданий. Делают довольно много. Но даже на 10% не приближается к тому, что обещали. После этого интерес резко спадает и концепция становится признаком дурного тона. То есть математическая биология не считается первостепенной наукой, потому что в свое время в 70-е много пообещали и так по-хорошему сделали очень много, но из того, что пообещали сделали процентов 10. на самом деле сейчас системная биология переживает спад этого интереса. Она 10 лет была на пике, но тем не менее это не отменяет ни полезность системной биологии, ни необходимость пользоваться ее свойствами, ее моделями, ее подходами. Первые пророки на самом деле Конрэд Воддингтон и Генри Катчер еще в 40-х годах сформулировал понятие эпигенетического ландшафта, который Генри Катчер сомнировал именно понятие системного свойства и при разработке анализа контроля метаболизма показал, что в биологии нет линейных свойств и что самые интересные свойства биологических систем он рассматривал биохимические системы являются как раз не сводятся к сумме свойств индивидуальных молекул и индивидуальных реакций. Но это мы пропустим это все. Концепция эпигенетического ландшафта, как ее представлял Воддингтон в своей книге 40-го года. У нас с вами есть наследственные гены, которые за счет геометрии которых определяют ландшафт поверхности, по которой движется клетка как шарик. И, собственно говоря, как раз выбор одной из ложбинок приводит к определяющей судьбы клетки, которая из стволовой клетки превращается в полность дифференциального. Генри Кащер сформулировал как раз анализ световодействия контроля и аддитивность это свойство линейных систем. Биологические системы по определению нелинейные. Даже если мы возьмем простую систему Михаэлеса с элементом, мы имеем нелинейную систему. Соответственно, аддитивность практически невозможна в биологической системе. И, соответственно, свойства компонентов определяют свойства системы только в малой степени. Поэтому необходим анализ компонентов для того, чтобы свойства системы описать через те или иные свойства компонентов и взаимодействия между компонентами. предпосылками к осуществлению биологии стали во-первых прогресс экспериментальных технологий, когда объем данных превышает возможности анализа то есть уже сейчас то есть уже не то, что уже сейчас еще когда в 80-х годах только начали разговаривать о секвенировании полного генома Лазуркин и Франк Каменецкий подняли вопрос а что мы будем делать когда мы получим собственно говоря последовательность что мы с этим всем будем делать и собственно говоря с этого всего выросла биоинформатика из различных типов данных часто возникает противоречие это очень интересная вещь как раз то что на примере у нас мостомпотный компонент или антенна грубо говоря длинных волн или коротких волн которые из них играют и какие приключатели определяют собственно говоря кто из них играет в непосредней очередь на самом деле система биологии выстрелила именно из-за прогресса вычислительных технологий к вопросу о экспериментах один эксперимент на компактальном микроскопе терапайден то есть просто один ран вы 5-10 минут записываете поведение поведения клетки и у вас жесткий диск грубо говоря забит своими данными дальше потому из этого вы может быть вытащите килобайт 100-200 в виде экселя но сырые данные вас займут терабайт кроме того благодаря экспериментальным технологиям мы получили возможность мерить одновременно то есть в одних и тех же условиях свойства большого числа компонентов то есть мы в самом деле можем посмотреть на систему целиком мы меряем активность всех генов в системе мы можем посмотреть взаимодействие практически между всеми белками которые могут экспрессироваться в клетке какие из них могут занять мы меряем тысячи метаболитов через массоспектрометрию ну и просто чтобы продемонстрировать вычислительные возможности вот как развивались собственно говоря вычислительные мощности с течением времени первый компьютер 300 флопс а сейчас крей знаменитый крей 1,9 гига флопа и сейчас по 12-12 годам последняя секвое 16 пента флоп если мы посмотрим на то что у нас стоит с вами на столах то Intel Core дает нам 118 гига флоп то есть в 100 раз больше чем крей это у нас с вами грубо говоря крей не крей бэсом 6 это именно то что вы имеете у себя в кармане телефон если мы поставим GeForce и будем использовать куду то мы грубо говоря получаем террафлопы то есть мы выходим на режим суперкомпьютером 2008 года без всего этого на самом деле подход системно-биологический был бы достаточно сложным потому что основная концепция системной биологии это гипотеза ориентированная наука то есть мы формулируем модель на основании анализа модели мы формулируем гипотезу проверяем ее в эксперименте на основании экспериментальных данных снова строим модель мы начинаем всегда с модели без моделей системной биологии не получается и это собственно говоря центральная часть нашего курса это модель по определению это упрощенное представление реального устройства или протекающих в нем процессов и два моих любимых цитата Джордж Бокс один из самых известных статистиков 20 века essentially all models are run but some I use все модели вранные некоторые из них полезны и Альберт Эйнштейн you should make all things as simple as possible but not simple то есть модели должны быть как можно более простыми но не слишком и здесь и опять же с точки зрения моделирования важная вещь это опровергаемость то есть теория которая неопровержима не является научным к примеру психоанализ в принципе не научная теория вы не можете его провернуть потому что невозможно поставить эксперимент на одном и том же человеке потому что воздействие до человека приводит к изменению его состояния и еще на самом деле очень важно парадоксальная на самом деле реконцепция тем не менее нужно четко понимать существует два подхода моделирования инженерный и научный в инженерном подходе модель должна работать всегда ну или по крайней мере в четко заданных границах если модель не работает у нас проблемы потому что используем модели мы строим заводы мы проектируем приборы и так далее в науке если модель работает она бесполезна значит ничего нового эта модель вам не даст в науке интересно только тогда когда модель описывающая существующие экспериментальные данные хорошо в какой-то момент перестает работать потому что этот кусок мы можем проверить экспериментально и именно вот это тот самый момент когда у нас возникает новое знание о системе в целом когда модель перестает работать и поэтому на самом деле опять же в отличие от инженерного подхода в науке модель это источник гипотез о неописании реальности вспомним наш с вами знаменитый пример Исаака Ньютона который построил модель механическую которая работала замечательно до тех пор пока скорость не прибежалась к скорости света вот у нас с вами модель сломалась и мы получили огромное количество новых замечательных вещей то же самое я люблю этот пример про Лорда Кельвина который по-моему в 1975 году сказал что на своей лекции сказал что физика в принципе уже вся решена осталось три маленькие проблемки значит три проблемки это был линейный спектр это был фотоэффект и это была прецессия Меркурия значит линейный спектр дал нам квантовую физику фотоэффект дал нам строение атома прецессия Меркурия дала нам общую вертодосительность вот момент когда модель перестает работать мы получаем возможность найти что-то новое в описании реальности те по типам моделирования модели можно разделить по разным типам на самом деле самое главное по результату модели может быть качественные полуколичественные количественные качественнаяача Модели могут быть механистические и абстрактные. Грубо говоря, если мы с вами расписываем честно закон действующих масс, мы получаем механистическую модель действия. Как только мы начинаем писать Михаэль Соментон, мы вводим некий элемент абстракции. Это, на самом деле, не всегда плохо, но мы должны четко понимать, что, вводя абстрактные компоненты, мы сужаем область применимости нашей модели. По типу переменных, стокастически и терминированные. Здесь все понятно. Сколько раз ты не повторяешь вычисление модели с одними и теми же начальными данными, с одними и теми же параметрами, они получаются теми же самыми. Здесь мы сейчас не будем вдаваться в теорию хаоса и в модели с положительными лепутовскими экспонентами. Мы рассматриваем, что у нас хорошая такая консервативная система без датей. Стокастически каждый раз симуляция нам дает, мы в принципе вводим в систему шум, и каждая новая симуляция дает нам совершенно другую, не совершенно другую, но опять же, другую отличающуюся по характеристикам картину. По характеру времени в модели. Статические, непрерывные, дискретные. Тоже понятно. Статические модели, в которых либо времени нет, либо время не учитывается, например, стационарные модели. Непрерывные, когда у нас время действительно значное, дискретные, когда мы рассматриваем некие шаги по времени. Примером непрерывных моделей являются дифференциальные уравнения, примерно дискретных являются булевые сети. Или сети Петри. У нас там все события происходят через некоторый интервал времени. Что нас ждет в процессе? Значит, первое это будет теория графового топологического моделирования, которое статическое, качественное, механистическое. И применяется все дело, мы будем рассматривать метаболические графы, просто больше не успеем. В принципе, интересные результаты есть и этические сети, и белковые сети. Моделирование в ограничениях это потоковое моделирование, статическое, потому что стационарное, количественное, механистическое, оптимизационное. И мы будем рассматривать моделирование метаболических систем на основе целой клетки и организма. Про диффуры я рассказывать не буду. В принципе, я подозреваю, что все здесь с ними имели дело в том или ином виде. В основном, в большом курсе основа, при описании диффуроги основа концентрируется на вещах, которые слабо описаны в курсе стандартного дифференциального хранения о подгонке параметров. И про анализ идентифицированности и анализ чувствительности. То есть, в каких случаях, имея экспериментальные данные, мы, в принципе, можем получить параметры, которые эти экспериментальные данные нам будут воспроизводить. Потому что, к сожалению, в сложных системах очень часто, имея те измерения, которые мы имеем, мы, в принципе, не сможем получить однозначное значение параметров, исходя из структуры модели. Но, кстати говоря, мы не успеем. В следующий раз будут стахастические моделирования и моделирование rule-based моделирования в шаблонах, которые позволяют описывать реакции не полной реакции, а шаблоны только необходимых частей реакции. И модель строится на лету и получается удобнее всего для таким методом описывать сигнальные пути. Опять же, я не буду рассказывать в этот раз про стандарты системной биологии. Представление моделей SBML. Представление экспериментальных данных. Это называется Minimum Information. MI стандарты. Майази, Майами... Ой... Короче, их больше двухсот штук. Это стандарт, который описывает, какую информацию можно предоставить об экспериментальных данных, чтобы люди смогли ее адекватно воспринять и использовать. Представление знаний SBGN Biopax и онтологии, но про это мы говорить сегодня не будем. Продолжение следует...